приветствую меня зовут коншина наталья я являюсь мастером опытовых продаж сегодня хотела бы поговорить с вами о различиях между розничной и опытовой торговли в чем же у нас ключевые отличия в самой техники продажи давайте рассмотрим с вами такой вариант как продажа одной единицы чего-то и продажа партии товара покупают ли розничные клиенты партии товара скорее всего да это может быть подсолнечное либо оливковое масло либо это закупка картошки на зиму и так далее да тогда розничный покупатель в этом случае выступает также оптовиком в момент когда вы покупаете партию товара как розничный клиент обычный который пришел в магазин там купил себе пол хлеба когда вы становитесь оптовым клиентом на какие критерии вы больше всего обращаете внимание давайте рассмотрим самый обычный вариант не думаю что это понятно будет всем и на этом легком примере мы обозначим сами вот эти вот точки в чем отличие вы покупаете картошку закупка у вас на зиму и есть картошка там по 3 гривны по 5 и 10 если посмотреть визуально то вы увидите что вот эти три картошки отличаются там возможно цветом либо размером также вы увидите что то что по 3 гривны подпорченная также вы увидите что та которая по 5 гривен у нее там ростки на картошке и та которая по 10 гривен она лежит абсолютно красивая картошка отварная можно сказать и вы себе думаете она я могу купить вот эту картошку по 3 гривны положу ее в гараже либо куда-то там где она у вас будет храниться всю зиму то чтобы не замерзла что произойдет с этой картошкой скорее всего она испортится то есть вы выкинете деньги там 3 гривны за килограмме не знаю сколько вы купите 100 150 килограмм неважно то есть вы будете выбирать не по цене вы будете выбирать по качеству товара вы будете выбирать по тем характеристикам которые вам нужны то есть кто купит эту картошку по 3 гривны в большом количестве скорее всего тот кому нужна эта картошка здесь и сейчас и таким образом он ее использует и никогда этот оптовик не купит картошку за 3 гривны чтобы она у него лежала и хранилась всю зиму да то есть он не сэкономит он наоборот уйдет в минус вот такой вот вот такой вот парадокс да то есть не надо смотреть только на цену потому что многие почему-то в оптовом рынке думают что для того чтобы у меня купили продукцию не нужно чтобы у меня была самая лучшая цена на рынке до самая лучшая цена на рынке но в вашей категории то есть для того чтобы ваш товар на опте продавался что важно просто необходимо знать о своем товаре либо услуги нужно знать все о ней нужно знать все о самой услуге нужно знать все о своих конкурентах то есть когда мы продаем товар из премиум сегмента нам нужно сравнивать все товары из премиум сегмента мы не можем например массажное кресло там за 500 тысяч гривен сравнить сможет с массажным креслом из китая которая стоит 20 тысяч гривен понимаете о чем я говорю они будут просто несравнимы то есть товар за 20 тысяч гривен у него будет искусственная кожа либо ткань в кресле за 500 тысяч гривен будет натуральная кожа и так далее то есть там будет до такой степени отличия что ну там невозможно сравнить этих два товара точно так же давайте возьмем когда на опте приходит новый менеджер по продажам это обычно бывает вопрос такой да там у меня ничего не покупают потому что у меня дорогой товар и вот этот самый первый момент дорогой товар вы когда у вас приходит такое возражение клиента спросите а вы с чем сравниваете товар дорогой и есть точно такой же товар дешевый или как то есть может она сравнивает как эту картошку то есть она купила картошку по 3 гривны вы поняли она была подпорченная да а вы предлагаете по 10 она говорит это дорого да это дорого потому что это совершенно другая вещь это совершенно другой продукт в этом случае понимаете вот что я вам пытаюсь всегда донести поэтому снимается возражение дорого очень легко если вы знаете своих конкурентов если вы знаете все свои преимущества если вы знаете все о своем товаре то возражение дорого она снимается на раз два три зачем вообще ваш клиент которому вы хотите что-то продать произносит это возражение дорого по инерции таким образом он дает тебе понять что я самый лучший я вип у меня там другие цены но это как вам сказать это не значит что ему нужно давать такую цену как он хочет это он пробует то есть он должен понимать понимаете ли вы насколько он хорош насколько он крутой клиент и что ему нужно предлагать все самое лучшее и потом уже от вас только зависит поймет ваш покупатель ценность вашего товара который вы предлагаете либо он останется при своем мнении и скажет да приходила тут какая-то или какой-то предлагала что-то за бешеные деньги но я же не дурак я же покупаю дешевле и у меня вообще все схвачено понимаете потом есть еще очень много таких моментов как дорого мы сняли возражение поехали дальше смотрите клиент которому вы предлагаете он о вашем товаре ничего не знает и ваша задача рассказать что такой товар в принципе существует что у него такие такие-то такие характеристики какие-то то есть например я когда-то продавала носки бамбуковые вискозные хлопковые шерстяные так далее вот если я вам сейчас скажу у меня носки из бамбука и они ничего не знаю об этих носках и вообще не понимаю что такое бамбук и прихожу я клиенту говорю ну так у меня же носки из бамбука но ритмой зачем мне носки из бамбука что это значит но мне как бы это не надо какой какой бамбук и носки из него как вообще можно носки из бамбука сделать это говорит о том что человек не знает что такое носки из бамбука и что собой представляет этот бамбук и вы начинаете рассказывать смотрите бамбук это такое полотно которое там имеет антисептический эффект и когда его носит человек на ноге он почувствует еще больше комфорта еще больше удовольствия у него не будет потеть нога не будут образовываться бактерии и таким образом он просто-напросто будет себя чувствовать в два раза больше есть же такие люди у которых сильно потеет нога и вот конкретно бамбуковые носки нужны для таких клиентов в первую очередь чем эта информация поможет вашему покупателю оптовому ну зачем ему это знать вот нет у него таких носков и не надо а я вам расскажу обычно это бывает так когда ты заходишь впервые на рынок такого продукта нигде нет соответственно спроса нет и вот у вас там пару клиентов в опте в мелком купили эти носки и начали рассказывать про эти носки либо мелкий опт запустил рекламу и он уже рассказывает об этих носках рассказывает какие они замечательные продает их вот и уже розница приходит на торговую точку к мелкому опту и спрашивает у вас есть носки из бамбука свою очередь мелкий оптовик идет на оптовый склад и спрашивает у вас есть носки из бамбука и что происходит в следующий раз когда вы приходите к своему оптовику либо там приходите приезжаете созваниваетесь оптовик у вас спрашивает слушай какие-то носки из бамбука спрашивают у меня у вас случайно таких нет вот как это работает то есть реклама сарафанное радио ваша задача как человека который продает товар опты который оптом который является производителем и который продает для оптовиков что иметь этот товар в наличии и знать все его характеристики то есть если у вас двойное двойная нитка на носке что это значит вы не можете просто сказать своему оптовику но вы можете сказать оптовику один раз и объяснить зачем это надо что носки будут дольше носиться по соответственно у них цена дороже но они очень классные возьми их попробуй и ты в свою очередь увидишь насколько этот продукт видите уже забываю русский язык не могу подобрать слова насколько этот продукт актуален и насколько его любят клиенты почему потому что буквально через время то есть грубо говоря смотрите вот такое глобальное различие то что вы предлагаете на опте только через полгода появится на слуху у розницы у розничного рынка то есть розничный покупатель после того как выходит какой-то новый продукт на рынок какой-то еще нам неизвестные с какими-то новенькими характеристиками о нем розница узнает через полгода она то есть грубо говоря тот менеджер который будет продавать что-то на опте он всегда будет сталкиваться с возражениями это дорого мне это не надо зачем это мне и так далее так далее так далее это нескончаемая вот такая вот движение информации то есть смотрите у вас есть потом у вас появится какой-то ассортимент который у вас будет клиент покупать у вас появляется новинка вы опять о ней рассказывать и опять они никто не знает опять она будет говорить она стоит бешеных денег мне это не надо и так далее то есть этот цикл будет постоянно повторяться и затем через там полгода год когда у вас уже начнут клиенты это покупать и когда они поймут что товар действительно классные что блин классно спасибо что ты мне сказала очень я доволен давай мне этого много почему потому что не розничный клиент не ваш оптовик который у вас будет этот товар покупать он не знает что такой товар существует и вы как человек который пришел и предложил этот товар должны знать все о своем товаре если у вас плавающее знание вы не знаете что вы продаете вы не знаете конкурентов в своем сегменте там вип премиум либо может у вас эконом сегмент но вы не знаете своих конкурентов вы никогда не будете продавать много и качественно поэтому вы знаете кому обращаться я вам помогу подскажу потому что я просто напросто люблю это делать я люблю продавать и я советую всем любить продавать потому что мы на самом деле я уже говорю это постоянно изо дня в день на протяжении наверное лет двадцати что мы все продавцы мы продаем себя мы продаем себя при встрече с новыми людьми мы продаем себя на собеседование когда приходим да мы понимаете когда ты впервые касаешься с каким-то человеком вот в этот момент ты себя продаешь то есть ты показываешь какой ты есть этом например ресницы нарастила зачем зачем-то вот у меня такой образ я хочу чтобы ты обратил внимание на мои глаза потому что мне нравятся мои глаза я хочу чтобы на них обращали внимание да я там их еще подчеркнула или там и так далее там у меня вот такие сережки значит кто знает там торговую марку тот поймет откуда это сережки с какой-то коллекции то есть мне не надо даже рассказывать тем кто мне там сделает комплименты скажет какие у тебя красивые сережки я расскажу эта фирма такая-то такая-то да это выпустили новую коллекцию есть еще кулончик и кольцо там есть такой наборчик продается он там там-то и там-то это новая коллекция какой-то фирмы там сваровский но неважно неважно сейчас это все я вам в общих чертах говорю что мы все сами себя продаем кому-то каждый день мы продаем себя мужу мы продаем себя маме вот просто понаблюдайте как мы используем продажи ежедневно в своей жизни и потом уже прокомментируйте любите вы продажи или нет потому что просто сказать что я не люблю продажи но мы живем в таком обществе что ты не можешь не любить продажи всем добра